Дорожный знак уступить дорогу есть. Но вот только аварий под окнами не становится меньше. Почему талдыкурганские водители упорно игнорируют предупреждения? Расскажем об этом и не только. Сегодня в программе «Народный контроль». С вами Жан Саях Ужахметова. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. Канал имени Садпаева Полуторатысячный трудовой коллектив предприятия «Канал» имени Садпаева беспокоится за будущее своего уникального предприятия. Причина намерения Министерства сельского хозяйства передать водохранилище, входящее в структуру канала, в частные руки. Ведомстве посчитали, что в этом районе можно с успехом развивать рыбохозяйственную деятельность. Но вот только эта идея не нашла сторонников ни среди экспертов, ни среди местных чиновников. Насколько же обоснованы эти опасения, пытались выяснить мои коллеги. Канал имени Садпаева – одна из крупнейших в СНГ искусственных водных артерий. Она обеспечивает питьевой водой 2 миллиона человек. Живительная влага из прииртышия перекачивается дальше, в Караганду и Астану. Кроме того, канал обеспечивает водой десятки промышленных и сельскохозяйственных предприятий Карагандинской и Павлодарской областей. Есть у канала своя разветвленная сеть лабораторий и экологических постов. Замеры берутся каждый час. Контроль самый жесткий, ведь речь идет о питьевой воде. Лаборатория насосно-фильтровальной станции работает 24 часа в сутки. Главная задача специалистов – не допустить попадания ядов, болезней и вирусов. Именно поэтому общественники выступают против инициативы передачи водохранилищ канала имени Садпаева частникам. Пребывание посторонних лиц и организаций у береговой линии может отрицательно сказаться на безопасности водоема. Недопустимо отдавать наши водохранилища в чужие руки сторонним природопользователям, которые не заинтересованы в поддержании качества воды, которые не будут проводить все эти работы, которые проводят наши предприятия, где может быть хищнический вылов рыбы, где могут быть случаи браконьерства. Тем более, по словам общественников, опыт передачи водоемов частникам уже был. Ничему хорошему тогда это не привело. И сегодня любое вмешательство может серьезно повлиять на экологическую ситуацию. В 2004 году каналы водохранилища были закреплены за сторонними пользователями. Не существовало зарубление водохранилища в полном объеме. И с одной стороны, и с другой стороны, эти пользователи, будем говорить так, выловили весь промоусловый запас и маточный поголовый ценных пород рыб. В администрации Павлодарской области с передачи водоемов вблизи канала частникам тоже не согласны. Пожалуй, это тот редкий случай, когда жители, эксперты и местные власти придерживаются единого мнения. К слову, сотрудники Акимата уже направили соответствующие письма в Министерство сельского хозяйства. Наша позиция в том, чтобы оставили руководство за каналом, за руководством каналом закрепили. Если будет несколько закрепленных лиц, контроля соответствующего должного образа не будет. Даже считая нас и областной территориальной инспекцией, они физически не могут оследить, что там будет происходить на этом водоеме, на этих водохранилищах. Представители Акимата, руководство канала и общественные активисты намерены до конца отстаивать свою позицию. Но вот в Министерстве сельского хозяйства не понимают, почему их идея была воспринята в штыки. В ведомстве уже готовятся провести соответствующие конкурсы среди природопользователей, о чем известили руководство канала и областные власти. О том виде бизнеса, который на наших водоемах ловит рыбу, это уже другой вопрос. Но это и раньше так было, и здесь как таковых противоречий законодательству нет. Аварии под окнами дома стали привычным делом для Натальи Першиной. Женщина живет на пересечении улиц Гали Орманова и Жабаева в Талдыкургане. Знак «Уступи дорогу» на второстепенной улице установлен, но водители его с постоянным упорством игнорируют и на полной скорости мчатся по узкой дороге. В результате частые ДТП на этом отрезке. Еще в прошлом году Наталья и ее соседи обращались в Акимат и дорожную полицию, чтобы на этом перекрестке установили светофор. Что из этого вышло, расскажут мои коллеги. На этих фото запечатлены две столкнувшиеся машины, а этот автомобиль врезался в столб рядом с жилыми домами. А совсем недавно водитель этого авто на высокой скорости въехал в гараж дома Натальи Першиной. Все произошло поздно вечером. Громкий хлопок разбудил домочадцев. Наталья не сразу поняла, что произошло. Выйдя на улицу, увидела разбитую машину и покореженные ворота. Приехали полицейские и скорая помощь. По словам женщины, не проходит и недель, чтобы аварийная машина не забирала разбитые авто прямо из-под ее окон. Только в прошлом месяце произошло три аварии. У нас уже три машины повредили. И машины причем, ладно, мы не участники движения. Мы сидим дома в 8 утра. Два раза к нам залетали в 8 утра, один раз залетали в 8 вечера. То есть, получается, я понимаю, если бы я была виновата где-то, пусть даже по главной ехала или по второстепенно, но я сижу дома, а меня разбивают. По словам местных жителей, постоянные аварии на пересечении двух перекрестков происходят из-за того, что водители, выезжая со второстепенной улицы Гали-Оруманово, попросту не замечают стоящий знак «Уступи дорогу». Решить проблему, по мнению жителей этих улиц, может только установка светофора. Все мы, люди, соседи, переживаем за своих детей, внуков, за стариков. Здесь невозможно ходить. Здесь нужны, по закону, светофоры. Детей от них отпускать опасно. Машины летают, как хотят. Здесь на скоростях ездят все. Ну, 80-90, наверное, прут, не смотрят. Потому что здесь старостепенная, здесь главное. Отсутствие светофора – не единственная проблема жителей этого района. На соседней улице Каблиса-Жирал уже несколько лет работает ресторан. И начались проблемы. Парковка этого заведения построена на пешеходном тротуаре. Чтобы пройти домой, жителям приходится идти по проезжей части. Насчет парковки. Парковка очень близко. 10 метров всего. Дорожная полиция должна внимание обратить. Это получается, мы должны теперь по тротуару, по середине улицы ходить. Местные жители опасаются за свою безопасность. Они уже не раз писали письма, чтобы им наконец-то установили светофор. Но пока все тщетно. Когда же установят светофор на пересечении улиц Гали-Орманово и Жабаево? За ответом на этот вопрос мы обратились в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкургана. На сегодняшний день в городе Талдыкургана из 91 перекрестка установлен световарный объект. Который вышеуказанная улица предусмотрено устройство световарного объекта. В последующий год при выделении финансового средства на сегодняшний день проект нестаток нестаток готова. Парковка должна быть от перекрестка не более 350 метров. Это тоже незаконно. Вызовем комиссионное обследование с архитектурой и земельной инспекцией и полностью будем провести мер 5. Но как утверждают местные жители, подобный ответ они слышат постоянно. Установить светофор здесь обещают уже несколько лет. Ну что ж, будем надеяться, что на этот раз слова у местного Акимата не разойдутся с делом. Шашлычная в самом центре Астаны – дело бесспорно прибыльное. А если она еще пользуется популярностью у жителей и гостей столицы, то доходы увеличиваются в разы. Но только есть один нюанс – соседи. Готовы ли жители близлежащих домов каждый день дышать дымом от мангала и терпеть шумных посетителей заведения? К тому же местные жители уверены, что кафе работает, не соблюдая санитарные нормы. Мой коллега Амир Самин Бетов разбирался в шашлычно-дымовой проблеме. Айсалхан Уреева переехала в этот дом два года назад. Престижный район, центр Астаны, двухэтажный коттедж, по дворе английский газон. Казалось бы, что может быть лучше, но ее идеальную картину портит соседнее кафе. Женщина жалуется на постоянный дым, шум, большое количество машин. В доказательство своих слов Айсалхан показывает видео. На кадрах и вправду густой дым валит из труб шашлычной и окутывает окрестные дома. По ее словам, порой вечером на улице невозможно находиться. Невозможно окна открыть, двери. Это вонь стоит. Это невозможно. Я не знаю, куда смотрят органы, куда, которые ответственны за это. В жилых районах не строятся такие шашлычные. Это по законодательству не разрешается. Они все смастерили шашлычные и вообще игнорируют наши проблемы. Я лично сама сколько раз уже ходила. Когда идет дым, даже соседних домов не видно. Жалуются на шашлычную и соседи Айсалхануриевой. По их словам, что такое вечерние прогулки, они давно забыли. Рая Соктаганова страдает астмой. Из-за дыма у пенсионерки начинаются приступы одышки. Другая проблема – у нее в доме появились насекомые-вредители. Я живу по адресу Жумабаева, 27-2, а вот мой сосед – 27-3. Я все лето не могла открыть ни дверь, ни форточку. Открываю окно, идут запахи. Открываю дверь, залетают мухи. Директор шашлычки на мои жалобы не реагирует, но и не ругается. Это, знаете, неаппетитный запах. Абсолютно. Мы и вешать белье не можем, и на улице дети у нас не играют, потому что воняет все время шашлыком. Это драки, пьянки. Это невозможно. Целый город авто замунцев приезжали. Это бардак, пьянки, драки. Это вообще беспредел, что здесь творится. Я лично сама вызывала два раза патрульных, но это проблему не решает. Наша съемочная группа отправилась в то самое кафе. Нас встретил заместитель директора. Он не отрицает, что соседи не раз к нему обращались с жалобами. Все претензии были приняты во внимание, поэтому хозяева удалили 17-метровую трубу и установили на мангал гидрофильтр. Специфика данного гидрофильтра в том, что все, которые запахи и дымы выходят через мангал, прорабатываются через водяную систему и скапливаются в виде жира, вот именно жироуловитель. А наружу выходит, получается, 20% и 100% только запаха. 80% весь жир, все запахи превращаются в вот такую жижу в виде жира. Даниар Баширов сам жалуется на соседей. Говорит, из-за их капризов кафе постоянно приходит с проверками. Приходила к нам служба СЭС. У нас есть, получается, результаты от 18 октября 2018 года, где написано то, что результаты соответствуют нормативным требованиям. Получается, наш дым не мешает жильцам данного дома. Жители уже написали заявление в Акимат, прокуратуру и в Управление охраны общественного здоровья. Директор кафе не намерен терпеть жалобы. Он нас заверил, в случае, если не будет перемирия, он подаст иск в суд за клевету. Мы обратились с официальным запросом в столичный департамент полиции. Как выяснилось, стражи порядка знают о противостоянии местных жителей и руководства увеселительного заведения. Более того, ранее руководство кафе уже привлекали к административной ответственности. Были факты, когда нарушался общественный порядок, то есть это нарушение тишины, а также нарушение благоустройства города, благоустройства территории, где полицейскими, в частности, участковыми полицейскими постоянно проводится работа, направленная на выявление таких вот правонарушений. А в частности, вот по задымленности сейчас проводится проверка. Сейчас вот инициирована проверка с другими полномоченными органами и управлением по охране общественного здоровья города Астаны. Но, как всегда, точку в этом споре поставит суд. Айсал Канурева подала иск. Мы же, в свою очередь, будем следить за этой историей и расскажем в следующих выпусках, в чью же сторону Фемида склонит свои весы. Вот такое видео в нашу рубрику «Народный репортер» прислали жители улиц Кошкарбаева, Кордай, Жанебек-Узбекали в Астане. Из-за разбитых дорог автомобилисты вынуждены едва ли не ежемесячно посещать СТО. По их словам, дорогу не ремонтируют, а лишь создают видимость. Как нас заверили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования Айхумек, нынешние работы – невидимость, а полноценный ремонт улиц. И уже очень скоро появятся не только заасфальтированные дороги, но и светофоры, чего здесь никогда не было. На сегодняшний день на указанном вами участке ведутся работы по временному обеспечению проезда. Асфальтирование дорожного полотна с установкой светофорных объектов и обустройством правоповоротных съездов планируется в рамках реализации проекта. Если и вам есть что рассказать, то мы ждем ваше видео на мобильный мессенджер по номеру 8-777-890-6690. Пишите на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь. Поможем. С вами была команда «Народного контроля». Встретимся с вами уже очень скоро, как обычно, на телеканале «Хабар». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!